всем привет не так давно я рассказывал вам про мессенджер который очень популярен называется ватсап как вы видите я использую три мессенджера это ватсап вайбер и хэнгаут а вайбере я сейчас вам расскажу и покажу все подробно и наглядно какие у него плюсы какие минусы а в хэнгауте я расскажу в следующем видео итак вайбер это подобное ватсапу приложение это опять же мессенджер который работает через интернет хоть авторизация происходит привязываясь к вашему мобильному телефону к sms и прочим операторским делам это приложение никого отношения не имеет это опять же мессенджер который работают с помощью сети интернет если на вашем смартфоне есть мобильный интернет или там вайфай то вы сможете пользоваться приложением вайбер отсылать текстовые сообщения также его отличие от ватсап это то что он может совершать голосовые звонки что очень важно то есть если вы хотите пообщаться например с каким человеком который за рубежом и звонят с телефона вы бы потратили существенные деньги то если человек зарегистрирован вайбер вы можете совершать ему бесплатные звонки это очень конечно же хорошо то же самое касается текстовых сообщений и прочего кроме того приложения вайбер есть еще один огромный плюс как вы видите у меня на компьютере установлена полноценное приложение вайбер это не не версия которая привязывается там например не веб-версия который работает там через мой браузер там расширение или еще что то нет это полноценная программа которая используется независимо от вашего браузера что умеет данное приложение опять же находясь за компьютером вам не обязательно тянуться к смартфону вы можете всю переписку осуществлять через это приложение помощью вашей большой клавиатуры также что немаловажно кроме голосовых звонков приложение на персональном компьютере может осуществлять еще и видеозвонки то есть это получается у нас растет конкурент skype что не может не радовать на видео как вы видите сейчас написано бета но тем не менее все работает я проверял как бы без нареканий опять же здесь отсюда можно отсылать различные картинки фотографии интерфейс выглядит вот таким образом настройки здесь тоже нехитрые принципе все довольно понятно здесь вы указываете где отображаться всплывающим уведомлением и так далее какие минусы я вижу у приложения вайбер опять же если у вас как и у меня например два разных мобильных телефона то есть два смартфона я установил на каждый из них вайбер то у меня получается два отдельных аккаунта если я переписываюсь через один и потом он у меня сел то я не могу тот же самый диалог продолжить со второго смартфона то есть там другого аккаунта пойдет опять же совершенно другой диалог я не увижу того о чем мы переписывались на предыдущем смартфон компьютерная вот эта вот версия опять же она может привязываться у вас только к одному телефону при установке будет запрошено какому номеру ее привязать и потом на этот телефон придет код который нужно будет ввести в это приложение при установке и собственно если я опять же переписываюсь со своего второго номера со своего второго смартфона то данное приложение мне уже ничем помочь не может синхронизация сообщений происходить не будет вот такие вот вещи я общался с поддержкой вроде как будущем они обещают что приложение станет умнее будет уметь объединять ваши вот эти вот два разных аккаунта на двух номерах в один также не совсем понятно как устанавливать приложение вайбер на ваш планшет то же самое что и с ватсап на него смс к прийти не сможет а если вы введете то есть у нас у которая пришла вам на мобильный телефон то сразу же отключится ваш аккаунт который привязан к вашему смартфону то есть вот такие вот нюансы имеют место быть обещают конечно эти вопросы решить то есть что аккаунты научиться объединяться в один как это происходит в приложении hangout о котором я расскажу попозже но пока вот такая вот обстановка естественно если у вас один смартфон один номер то в принципе эти проблемы вас касаться не будут еще один существенный минус это то что я не могу отправить оригинал фотографий при отправке фотографии она будет сжиматься выглядеть это будет вот таким образом все в принципе красиво стильно но тем не менее не мешало бы поставить какую-нибудь галочку с окошком чтобы я мог поставить туда галочку если я хочу отправить оригинальный снимок без сжатия вот этого мне очень не хватает давайте посмотрим что в настройках здесь можно каждому диалогу там добавить фон интеллектуальное уведомление добавить участников этот мессенджер опять же поддерживает мультичат то есть вы можете выбрать несколько своих там друзей знакомых с которыми общаетесь по определенной теме и эти несколько людей у вас будут отображаться как один единственный чат это конечно здорово что еще здесь есть еще дополнительные параметры тут можно рассказать о вайбер своим друзьям через определенные клиенты фейсбука twitter gmail sms и так далее настройки здесь все на русском языке принципе все понятно нужные галочки снимаем там куда хотим ставить ставим то есть в принципе все понятно здесь информация о приложении отключить учетную запись выйти и так далее здесь кнопка с карандашом это редактировать ваш профиль добавить фотографию и прочий момент вот таким образом осуществляется выбор нескольких участников если вы хоть хотите общаться с одним человеком то соответственно ставите одну галочку и нажимаете сверху готово начинайте переписку здесь отображаются звонки мне еще очень не нравится что по умолчанию программа вайбер начинает вмешиваться например показывать отображать мне здесь еще эсэмэски входящие там то есть предлагать не использовать его как эсэмэсник также там голосовые вызовы через себя пропускает но к счастью все эти галочки можно снять на настройках чтобы он представлялась я только мессенджер вайбер и никаким образом там не вмешивался в работу эсэмэса и звонков ну вот в принципе все в следующем видео я вам расскажу о приложении hangout это бывший google ток там тоже есть свои плюсы и минусы это уже в следующем видео спасибо вам за внимание всем пока пока